Вот такой у нас, друзья мои, дождь. Поливает, а тепло сегодня на улице. Ночью, правда, было минус три, представляете? А сейчас уже плюс десять. Вот так зелено, весной пахнет. Очень-очень. Птички распивались сегодня. Веточки на нашей старой груши. В капельках дождя. Очень надеюсь, что наша любимая груша порадует нас своим цветением, а затем плодами. Этому дереву уже более сорока лет. А оно все рожает и рожает плоды для нас, радует нас. Слышите дождичек, да? По-моему, даже где-то и гром. Первый весенний гром. Гремит, гремит. Где-то еще далеко. Небо серое вот такое было сегодня у нас ночью. Очень-очень сильный ураган. Столько веточек прям валялось. Я шла сегодня по делам. И везде сучки, ветки. А сейчас хорошо. Я вот стою на балконе. Воздух такой тепленький. Дышать не надышаться. Уже вот такие лужицы у нас, так скажем. Видите, да? Ну, разойдется дождик, наверное, еще посильнее. Потому как небо серое-серое. Я сегодня уже с собой, там, перед домом в полисаднике, нарциссами любовалась. Вчера ничего не было. А сегодня стоят желтенькие, красивенькие. Пропусты. Немножко распустились. А вот там, видите, где? Это все еще цветут подснежники. Еще даже не отцвели. Видите, беленький? Вот такой участочек. И там еще на дальнем участке. Ну, так говорю, на дальнем. Участок-то у нас небольшой. Сегодня смотрела. Уже кое-где на малине почки появились. В общем, так-так. А вот это наше дерево, пока без весны стоит, оно такое, кажется, ну, вот видите, мох, да? Но нельзя его трогать, потому что цара у дерева старая. И отпадает вместе вот с корочкой, так скажем. Пробовали ее почистить, но не стали. Пусть живет, сколько живет. А весной она у нас как невеста. И плодок весь. Помните, как я вам летом показывала? На каждой веске как виноград. Осенью обнимаю ее и благодарю за урожай нашу красавицу. Сейчас еще, конечно, вот так выглядит. Ну, как сказать, да? Старое дерево. Ну, почему-то вот, если спиливают старые деревья, мне как-то их очень-очень жаль. И это дерево мы никуда не будем убирать. Пусть вот гром гремит, пусть растет. Жалко как-то связываю старые деревья с пожилыми людьми. Почему? Не знаю, со стариками. Как-то так вот у меня не всегда очень жаль. И если дерево не мешает, а его убирает, у меня всегда прям душа плачет. Не знаю. Честное слово, говорю вам, признаюсь, как есть. Поэтому, конечно, мы бы на месте этого дерева тоже могли что-то новое посадить. Но нет, не летом крона, веточки. Так тень создает такую хорошую нам. Даже если плодов не будет, не надо. Главное, листочки, ее цветение весеннее. Смотрите, капельки. Не знаю, видите ли, нет. Вот капли, капли дождя. А, дождь усиливается. Дождь усиливается. Ой, даже где-то сверкнула мумия. Раскаты грома. Это первый гром весенний. А мне радость от дождя. Снег, дождь. Это мои, я не знаю, любимое такое явление в природе. Я же очень люблю позднюю осень с ее дождями. Холодными или, я не знаю, усиливается дождичек. Водичка вот такая. Друзья мои, если мое видео затянулось для вас слишком долго, конечно, я вас тоже понимаю, можете и не досматривать. Просто это я уже любуюсь, это для меня уже самой. Стоять здесь, дышать, любоваться. Сама приносит радость и удовольствие. Стучит, стучит по крыше. Ух, усиливается. Поливает, поливает. Вот такой денечек у нас, друзья мои. Дождь рьет, рьет, рьет. Поливает. Пусть в душе у каждого из вас будет свое солнышко, которое будет своим теплом согревать всех ваших родных, любимых, дорогих людей. Будьте счастливы, мои дорогие. Вот такой дождь. Поливает, поливает. И молния снова сверкнула. Разошелся, разошелся. Такие капельки. Поливает.